Появлению на свет нового москвича помогли столичные следователи СК. Как нельзя, кстати, оказавшись в нужном месте в нужное время. Проезжая мимо рядовой пустяковой аварии, почему-то решили остановиться. И это стало судьбоносным для супругов Дуденковых. У женщины начались стремительные роды. Это когда счет идет на минуты. Ну а дальше историю расскажет Дианка Вандо. Съемка камеры видеонаблюдения на Волгоградском проспекте в Москве. В 8 утра поток машин движется в сторону центра. Черный внедорожник несется на красный и влетает во встречную иномарку. Ее разворачивает. То, что это не рядовое ДТП по неосторожности, становится ясно в первые секунды. Виновник не идет обсуждать повреждения. А судорожно открывает заднюю дверь, откуда доносятся истошные женские крики. Пассажирка, оказывается, рожает. До больницы им оставалось каких-то 20 минут, но схватки становились все чаще. Впереди была пробка, и будущий отец на нервах вдавил педаль газа. Пока оба участника ДТП в панике пытаются собраться с мыслями. И сообразить, что делать. Из-за поворота появляется автомобиль со спецсигналами. Это служебная машина следственного комитета. Пары слов ее водителю хватает, чтобы понять, только он сможет довести женщину до роддома вовремя и не допустить ЧП деликатного характера на оживленной трассе. Роженицу сажают в салон. Следом мужа авто с сиреной удаляется из кадра. Меньше чем через час на свет появляется долгожданный мальчик. В роддоме под чутким присмотром врачей. К нам спешно молодой человек подошел. Говорит, ребят, так и так, блин, попал в аварию, жена рожает, помогите там отвезти до больницы. Ну и, соответственно, недолго думая, посадили будущую маму, посадили будущего папу на заднее сидение, и все, быстро-быстро в сторону больницы. Мужчина просто повторял фразу постоянно, да, он с женой разговаривал, чтобы она не нервничала, что все будет хорошо, сейчас 15-20 минут, мы приедем, и все будет нормально. Кирилл Шолохов человек невероятно застенчивый, к вниманию прессы, к своей скромной персоне непривыкший. Водителем в структуре СК работает полтора года и признается, в силу специфики ведомства на работе привык становиться свидетелем разных событий. Что интересно, за пару минут до того, как на месте аварии появился он с коллегами, мимо проезжал другой автомобиль с мигалками, но не остановился. Шолохов интуитивно решил поинтересоваться, нужна ли помощь, а уж отказать, когда обо всем узнал, совсем не мог сам отец двоих детей. Мне приятно от того, что, я говорю, мы еще раз успели, привезли, ребенок родился, все нормально, за ним уход. Самое главное, что мы смогли помочь. У отца малыша, его зовут Алексей Дуденков, сейчас на интервью совсем нет времени и с последствиями аварии нужно разобраться и к радостным хлопотам подготовиться, ведь на этой же машине он хотел встречать жену из роддома с малышом. Теперь на весь ремонт и посещение ГАИ у него два дня. В спешке и панике не успел спросить, как зовут водителя, они не обменялись номерами, о чем сейчас очень жалеет. Ему хотелось бы лично еще раз отблагодарить неравнодушных сотрудников СК. Я благодарен этим людям, низким поклон, дай бог на здоровье, большое спасибо им, да. Пока его супруга восстанавливается после родов, счастливый папа размышляет, как назвать ребенка. Один из вариантов – Кирилл, в честь того, кто пришел на помощь в самый трудный момент. Диана Ковандо, Алексей Берулев, Валентин Лосев, Лариса Копинская и Владимир Толызин. НТВ, Москва. Субтитры создавал DimaTorzok